В наших передачах мы не раз рассказываем о замечательных людях нашего города, района, умельцах, о тех, кто продолжает творить даже в нынешнее тяжелое время. Сегодня мы продолжим нашу традицию и расскажем о заслуженном художнике России Николае Николаевиче Данилине. Дубровицы. Это место всегда вдохновляло творческих людей. Вот и Николай Николаевич Данилин приехал сюда на этюды. Вместе с ним его старый друг, подольский писатель, Альберт Иванович Шилин. В его новом поэтическом сборнике «Средняя полоса» есть стихотворение, посвященное Дубровицам. Да и кто из художников слова или кисти, побывав здесь, не посвятит этому месту поэтические строки, этюд или картину? Заслуженный художник России Николай Николаевич Данилин пишет портрет подольской земли десятки лет. Его коллеги говорят, что это прирожденный живописец. Писать для него, что воздухом дышать. Николай Николаевич, вы помните свою первую выставку? Как же, помню. Это был 49-й год. Первый раз я попал на крупную выставку областную, была на Кузнецком мосту. Я выставил серию пейзажей «Горячего ключа». Это хорошо мне запомнилась эта выставка. Ну, а потом последующие годы. Республиканские выставки, всесоюзные. Счастливое время было. Я вспоминаю с удовольствием. Я всю дорогу вижу, каждый божий день вижу, как он идет на работу утром. Праздник это или выходной. Но он всегда вот на работе. Люблю я это дело. Я чем счастлив, тем, что как раз то, что, во-первых, что живу, и то, что вот люблю, любимая работа у меня спровождает всю жизнь. Вот какая она там, не важно. Ну, конечно, важно, но все равно очень люблю. Ну, у вас, естественно, есть учителя, были? Учителей, как таковых, у меня не было. Я окончил Стронское училище после войны. Причем не по станковой живописи, а по Альфрейну монументальной живописи. Так что, в принципе, самому пришлось все познавать. Я не вылезал из Третьяковки. Все выставки почти посещал. Ну, и, конечно, учился у товарищей своих. Мои самые любимые художники, я с ними знаком, это братья Ткачевы. Вот колоссальный пример, как раз, трудолюбия большого и понятия живописи. А, кстати говоря, они работали в этих мастерских? Да, они у нас были, но очень короткий срок были, а потом переехали в столицу нашей Родины. Вскоре после войны Николай Николаевич поступил в Строгановское училище. Уже в ранних его картинах видна проработка композиции. Чувствуется рука талантливого живописца. Тогда было модно писать монументальные полотна. Увлекался этим и Николай Николаевич. Многие из его работ были представлены на всесоюзных и всероссийских выставках. Вместе с картинами народных художников России, братьев Ткачевых, работавших одно время с Данилиным в подольских художественных мастерских. У вас есть ведь любимые художники? Я имею в виду и классики, и чуть ли не эпоха Возрождения, и современные. Ну, я думаю, что у каждого художника есть любимые. Причем не один художник, а ряд художников. Мне, например, очень нравится Малявин. Я помню, когда увидел картину «Вихрь», это деревеновские бабы, надо суть, большой холст, пляшут. И вот там, значит, сарафаны сделаны такими мазками, ну, тоже как горцующие, движения полнейшие. А лица сделаны, так выделаны просто, ну, натуральные. Очень хорошая картина. Он любит свою работу, любит и все, что с нею связано. Сам отбирает материал для рам, сам обрабатывает рейки, сколачивает подрамники, натягивает холст. Зайдешь с непривычки к Данилину, и не поймешь сразу, художник это или столер. Впрочем, столер тоже. Летом в деревне, на Селегере, приходится ему все делать своими руками. С ностальгией вспоминает Данилин о прежних временах, когда подольские художественные мастерские были известны всей стране. Один год, вот я не припоминаю, 16 человек участников было республиканской выставки. Это приравняется как к Ленинграду почти, после Ленинграда. Кроме под подольчан, основного коренного состава наших художников, вышедших из Дома пионера, стали, когда уже окреп, когда уже стал именитый подольск, своими выступлениями на выставках, на больших, стали к нам из области художники, сюда переезжать, жить. У нас был такой художник, очень активный, хороший организатор, Алдошин Иван Андреевич. После войны он как раз стал сколачивать около себя, собирать художников. Некоторые вернулись с фронта, художники. С 49-го года начали уже заканчивать художественное училище Москвы, тоже молодежь стала поступать. Стали, значит, участвовать на крупных выставках. Городские власти к нам всегда шли навстречу. Нам, значит, мы были в разных местах. И на зеленых были, и там внизу, где сейчас, ну, против бывшего посудного магазина, там у головы, овощной магазин был. Там была мастерская у нас. А потом, значит, накопились денежки у нас в Российской Федерации. И большой коллектив. И потребовалось, значит, строительство дома. Дома художника. Так вот, и здесь мы заложили. Здесь было... Ты помнишь, что здесь было на этом месте? Огороды. Да, огороды, да, пустыри какие-то, кустарники. Вот здесь начали строить дом на средства художественного фонда России. Вот мы вспомнили наши годы юности, годы работы, там, 70-е, 80-е, 50-е годы. У нас был такой какой-то необыкновенный подъем, необыкновенный патриотизм и к народу, к стране. Как-то хотелось что-то изобразить такое. Ну, чем болеешь, чем народ переживает. Выставки были очень интересные. Реализм как таковой, это очень сложный процесс работы. Там целый комплекс задач ставится. Это прежде всего содержание картины, композиция, рисунок, типаж, материальность. Это очень сложно. Поэтому сейчас многие художники, особенно молодые, они как-то именно уходят от реализма, идут в абстракцию. То, что проще, то, что сейчас потребно. В 51-м году он написал портрет родителей в доме номер 13 механического поселка, где семья Данилиных получила комнату. Вы же бывали за границей, писали там? Да, был. Это было, значит. А в Болгарии мы были, трое было нас художников. Это Ребров график, Женя Самсонов. Так что принимали нас отлично, великолепно. Мы там целый месяц работали, с утра до вечера. Удивлялись даже, там нас знали. Даже выносили слеву, слеганку или слевуху, что ли, выносили. У Николая Николаевича двое внуков. Один из них, Кирилл, тоже пытается выразить себя в творчестве. Его страсть – лепить из пластилина. От меня уедешь-то? Жалко. Ну ничего, скоро в деревню поедем. Там каждый день будем поступать. Лепить, рисовать. Этюденчик я тебе сделал, маленькая. На водке будем рыбу ловить. Пусть рыбу ловить со мной? Угу. А вот что вспоминает о своем первом посещении мастерской Данилина его давний знакомый, подольский художник Игорь Иванович Бабаянц. Я очень хорошо помню первое впечатление, когда я пришел в мастерскую к Николаю Николаевичу. И вот я до сих пор помню картину, которая у него стояла, над которой он работал. Значит, там были молодые девушки, женщины, которые собирали сено. А мы вообще каждое лето жили за городом. И мне очень хорошо было знакомо, известно. Вот этот сюжет очень близок мне был. И я удивился, что можно вот красками вот так реально, близко, по состоянию, по настроению, по ощущению вот этого даже запаха сена передать то, что сделал Николай Николаевич. О творческих людях можно говорить много, но все же лучше всего о них говорят созданные ими произведения. Николай Николаевич Данилин написал сотни работ. Где-нибудь на Западе такой художник, как он, пользовался бы широкой известностью и признанием. Увы, в нынешней России таланты не ценится. Но Данилин ни на что не жалуется. Он работает. И даже в выходные дни его легче застать в мастерской, чем дома. Вот такие люди живут и работают вместе с нами. Прекрасные художники. И Данилин не один. Я надеюсь, мы расскажем и о его коллегах, которые вместе с ним пишут портрет нашей земли, вдохновляются теми красотами, которые еще остались у нас. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok